Всех приветствует А.Твертка, канал Домашнего Мастера, и мы сегодня изучаем очень интересную тему. Google нас подслушивает. Как отключить прослушку Google в настройках вашего смартфона? У нас сегодня Samsung Galaxy A52, но мы как раз немножко затронем и другие аппараты. Итак, это очень избитая тема, но, если честно, все это дело подтверждается. Нас слушают, за нами следят по-любому в настройках нашего аппарата. Куча есть фишечек, так сказать, куча есть лазеек, про которые мы не знаем. И, соответственно, про нас Google знает, где мы находимся, где мы раньше были, где мы сегодня уже где-то погуляли и так далее. И особенно он нас слушает по-любому. Все остальные, так сказать, реляции по этому вопросу нам до лампочки. Итак, в этом видео мы сегодня разберемся, как же можно отключить вот это вот подслушивание или хотя бы предохранить себя от этой пакости. Итак, поехали. Итак, поехали. Давайте быстренько пройдемся, как мы можем на других аппаратах посмотреть или отключить вот эту фишку. Заходим в свои настройки своего аппарата и вводим в строке поиск слово синтез. Синтез речи и так далее. После того, как вы найдете настройку синтеза речи, есть такая штука, у меня на моем аппарате немножко такой функции нет. Мы ее, так сказать, сейчас обговорим на моем аппарате, как надо все это делать, как это дело делать. Итак, набираем синтез в поиске. Находим настройки, настройки синтеза речи. Продвигаемся далее. В настройках синтеза речи есть такой пункт настройки под названием анонимные отчеты о синтезе речи. Эта настройка должна быть выключена. По-любому анонимки на ваш аппарат будет отправлять Google. Вот этого не надо. Обязательно все это дело отключаем. Ну и говорят, что просто якобы, так сказать, мы отключили анонимное прослушивание вашего телефона. И якобы теперь личные пространства останутся конфиденциальным. Ну, скажем, как бы и не очень, ребятки. Вот на примере нашего Samsung Galaxy A52 давайте рассмотрим более глубокие настройки, например, по этому варианту. Разное бывает именно по настройкам. Итак, в нашем Samsung Galaxy A52 заходим настройки шестереночка и смотрим. Здесь можно, в принципе, посмотреть, ввести не синтез, не синтез, а слово речь. Речь. Синтез, речь и так далее. А тут у нас имеется куча настроек. Озвучивать распознаваемую речь. Давайте клад с ним посмотрим. Режим диагностики выключенный. Если мы его будем включать, давайте посмотрим. Включите режим диагностики. Здесь пишется. Режим диагностики помогает при отладке. Вот при отладке. А отладка – это как раз вот отправка анонимных сообщений. И вот обратите внимание, что этот контент может содержать личную информацию. Вот к чему и разговор ведется. Samsung здесь предупреждает. Но многие же не читают вот эту фишку. Не читают. Здесь мы отмену нажимаем. И режим диагностики у нас выключенный. Преобразовывать речь в текст. Здесь настроек нет. В принципе, нам не надо. Включить распознавание жестов в TalkBack нет. В принципе, можно выключить. Я его не использую. Озвучивать распознанную речь я здесь не использую. И, в принципе, как бы оно нам и не надо. А вот смотрите. Настройка передавать статистику производительности. Эта функция может расходовать память устройства и заряд батареи. Нафига оно надо? Оно как раз отсматривает все наши действия. Да еще и статистику будет куда-то отправлять. К какому-то котяре. И нет, вот этого не надо. Изучение касанием, если честно. Ну, фиг ее знает. Пусть будет включено. Включить отладку дерева узлов. В этом случае содержимое экрана может сохраняться в журналах устройств, доступных другим приложениям. Нет, нам тоже этого не надо. Где мы были, там что-то мы делали. Вот это дерево, так сказать, события сохраняется. Нам тоже не надо. Потому что эта информация, скорее всего, куда-то будет отправляться. Уровень вывода журнала, если честно, здесь нам предлагается. Ну, пока что я здесь ничего пока не делаю. Можно поставить выключено. Фильтрация событий для журнала. Здесь у нас что? Ох, тут куча. Если смотрите все по-английски. Фиг поймешь. И выключатели стоят. Выключатели и так далее. Тут надо уже разбираться. Так что вот буквально чуть-чуть мы уже посмотрели. Итак, идем далее. Преобразование текста в речь. Какие настройки? Языки. Языки приложения для каждого. Преобразование текста в речь. Посмотрим, что у нас тут есть. Модули. Ну, это, в принципе, оно не должно отправлять голосовой ввод. Загрузить, чтобы использовать голосовой ввод в автономном режиме. Здесь можно выбрать, загрузить и так далее. Это, в принципе, тоже как бы ничего. Настройки клавиатуры Samsung. Посмотрим. Т2 подойдет. Предложение стикеров при вводе. Ну, тут как-то так. Исправление текста. Исправление текста. Вырубать, ребятки, потому что все это дело будет контролироваться. То, что вы набираете, будет контролироваться Гуглом. Он все равно будет где-то все это дело запоминать. Текстовые ярлыки. Дополнительные опции ввода. Давайте посмотрим. Автоматически заглавные буквы. Может быть. Точка при двойном нажатии. Повышать точность. Повышенная точность. Ну, может быть. Все равно это все как-то контролируется. Так. Макет, размер, специальные символы. Голосовой ввод посмотрим. Голосовой ввод Samsung. Ну, соответственно, голосовой ввод нас слушает. Нас слушает. Но бывает не надо. Я оставляю это дело. Скрывать интенсивные слова. Уведомление о конфиденциальности. Никогда ее, вот эту вот штуку, никто не читает. Вот, посмотрите, мелким почерком. Смотрите, сколько надо тут галочек поставить и так далее. Это ужас. Никто никогда не читал. По-любому. Вот, наши ошибки идут. Действие и обратная связь. Давайте посмотрим. Так, задержание. Так, скорость прикосновения. Реакция на касание. Озвучивание ввода на клавиатуре. Не закрывать панель символов. Ну, тут такое дело. Так, выбор стороннего содержимого для использования. Сброс по клавиатуре. Светише с нами. Да, с вами будем связываться. Так, физическая клавиатура. Мыши сенсорные. Тут пароли автозаполнения. Сбросы у нас. Персонализация. Служба персонализации. А что это такое? Давайте глянем. А тут у нас просматривайте более оптимизированные поисковые запросы. Это опять-таки мы взаимодействуем с Гуглом. Galaxy Store у нас будет спрашивать. Galaxy темы будут у нас спрашивать. Рекомендации по программам и каналам на основе ваших интересов. Опять про нас следят. Samsung Free. Вырубаем нафиг. Создавать истории из фото и видео ваших поездок. Опять-таки все про нас смотрят. Календарь. Получать рекомендации со стикерами во время добавления событий. Рекомендации получать. Вырубаем. Вот вместе с вами как раз я провожу настройки. Получать советы по очистке памяти, если во время путешествия возникнет проблемы в работе телефона. Тоже как-то вот непонятно по моим файлам советы по очистке памяти. Фиг его знает. У нас как раз видео было по очистке памяти на нашем канале. Смотрим. Так, упоминание, напоминание. Ну, может быть. Персонализированные настройки результатов поиска, адаптивный режим, комфорт для глаз и так далее. Блин, ну здесь тоже надо поковыряться. Погода. Актуальные уведомления о погоде для вашей местности. Нафига они мне нужны? У меня есть свои приложения. Режимы и сценарии. Хорошая вещь. Использую. Часы. Напоминание о необходимости выключить будильник и так далее. Оставляем. Так что смотрите. У нас не получается одной кнопкой, как я вначале вам рассказывал, выключить, так сказать, слежку за нами. Здесь придется поковыряться очень довольно-таки сильно. Свидетель здесь с нами. Так, персонализация. Выключить. То есть просмотреть. С нами связаться. Навигационная панель. Тайм-ауты. Тайм-ауты и так далее. Выходим отсюда. Преобразование текста в речь. Мы уже посмотрели. Есть другие. Голос ассистента, ребятки. Вот этот вот ассистент и так далее. Google Home. Так, умный дисплей и так далее. Ну, тут надо голосовые настройки. Речь ассистента. Телефон. Озвучивают все. Вот как раз тут в ассистенте надо поковыряться. Отслеживание действий. Вот вы видите. Отслеживание действий. Посмотрим, что нам предлагает. В отслеживании действий. Google Ассистент. Блин. Так. Отслеживание действий. История приложений. История приложений и веб-поиска. На сайтах приложений связываются с ними информацией. Это позволит вам быстрее нужный контент найти, более интересный. Включено. Можно отключить. Посмотреть и удалить действия. Дополнительные настройки. Также сохранять историю хрома. О действиях на сайтах и приложениях на устройстве, которые используют сервисы Google. Вот смотрите. Опять про нас смотрят и слушают. Сохранять сведения о действиях в сторонних приложениях, установленных на этом устройстве. Тоже косим. Пронимаешь ли про нас. Про нас всю информацию. Так. История местоположений. Нам вот до 8 марта. Майя говорит. Включайте. Обязательно включайте. И так далее. Что у нас. История Ютьюба. Например. Обязательно надо включить. Сохранить информацию о видео, которое вы смотрите на Ютьюбе. Блин. Про нас тоже все знают. Персонализация рекламы. Если честно, ее нафиг надо вырубить. А, здесь. Ну, мы уже лезть сюда не будем. Настройка рекламы тут есть у нас и так далее. Так что, ребятки, ковыряться вам придется в своем смартфоне. Ни одной кнопочкой мгновенно, так сказать, вылечить все это дело. А очень кропотливым трудом. Именно настройка вашего аппарата. Чтобы не следил Google за вами. Так что, такое дело. Google нас подслушивает, ребятки. Подсматривает. И следит за нами. Так что, удачи вам в настройках вашего аппарата. Не только одной кнопкой, как много у нас есть информации на Ютьюбе. Типа, супер ролик. С помощью одной кнопки мы покажем, как отключить слежку от Google. Нет, этого фокуса не получится. Только мощная и планомерная работа по настройке вашего гаджета. Удачи вам и безопасности. Это канал Отвертка. Канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.